Книжные покупки Можно назвать немногочисленными Почему так вышло? Потому что много книг до сих пор висит в предзаказах И даты выхода этих книг все отодвигаются и отодвигаются Я боюсь, что к концу года мы будем напротив завалены книгами Хотя это прекрасная боязнь, ничего в этом страшного нет Тем более скоро будет нонфикшн А как правило многие издательства, да практически все издательства Стараются как можно больше громких новинок Именно выпустить вот к концу ноября, началу декабря Я, ребят, страшно не люблю, когда дату выхода книги переносят и переносят Я понимаю объективные причины И вот это моя нелюбовь, это очень эгоистичное чувство Которое надо в себе давить И думать о том, что при работе складываются разные обстоятельства У меня тоже бывает такое, что я что-то не успеваю сделать срок Но многие книги в октябре, которые я хотела прочитать Они как раз-таки уже передвинулись на конец октября И я понимаю, что мои планы рушатся Что-то в октябре не будет прочитано А это же настоящий читательский кошмар От человека, который никогда не выполняет читательские планы И, возможно, кто-то уже обратил внимание Что последнее время мы не показываем вам книги от издательств Дело в том, что пока мы с издательствами решили не сотрудничать Мы по-прежнему получаем рассылки, следим за новинками И ни в коем случае мы ни на кого не обиделись, если кто-то так подумал Просто таким образом мы пытаемся приостановить свое книжное потребление У нас со Светой накопилось очень много непрочитанных книг Это тоже способ бороться с тем, чтобы уменьшить свои завалы непрочитанного Но прежде чем мы перейдем к нашим книжным покупкам Немного полезной информации для тех, кто хочет сменить свою специальность Или, как и мы, продвигает свой блог Образовательная платформа Skillbox предлагает курс Профессия SMM-специалист Который даст отличный толчок к вашему собственному развитию Вас научат продвигать бизнес в соцсетях Разрабатывать SMM-стратегии Писать тексты под разные задачи И запускать таргетированную рекламу Вы освоите одну из самых востребованных диджитал-специальностей И сможете увеличить продажи бизнеса и свой доход Особенности курса профессии SMM-специалист в том, что вы получаете доступ к курсу навсегда У вас есть практические задания При этом вы учитесь онлайн в удобное для вас время И уже через 9 месяцев обучения вы получаете гарантию трудоустройства И приятный бонус этого курса в том, что сейчас на него действует скидка 40% плюс первый платеж вы можете внести после 6 месяцев обучения Все подробности, как всегда, в описании под видео Проходите, изучайте и развивайтесь А мы с вами переходим к нашим книжным покупкам И начну я с того, что буду немножечко, ребята, ругаться Ругаться не на книгу, конечно же Ругаться буду на магазин, в котором я эту книгу покупала Они забыли о моем предзаказе Поэтому эти книги пришли мне с огромнейшим опозданием Я оформляла предзаказ, боже, это было то ли в июле в конце То ли в начале августа Хотя читать я это сейчас не буду, потому что я хочу перечитать первые три книги Чтобы читать дальше И я вообще тут, знаете, опять-таки, я как обезьяна Я все время как обезьяна Я хочу и перечитать, и читать дальше А времени пока найти на это не могу Короче, предзаказ я сделала очень давно И когда книги поступили в продажу Я такая радостно потирала ручки, что вот она ко мне придется Ты одна из первых получишь Получу я одна из первых В Читай-городе доставка к нам две недели Что меня тоже не устраивает, ребят Я потирала свои ручонки И тут я, значит, через несколько дней захожу Мне заказ еще не отправлен А книга уже из продажи пропала То есть первая партия, которую закупил магазин Она закончилась, а мне ни фигулечки не отправили Предзаказ у меня был оплачен Я, значит, смотрю на это все безобразие Где мои книжулечки? Где мои любимые? Где мой Брэндон Сандерсон, дорогой, великолепный? Писала письмо им в техподдержку Мне сказали, так и так Предзаказы у нас отправляются в первую очередь Короче, с грехом пополам Вот со второй партии мне все-таки ритм войны Отправили он, наконец-то, в моих руках Но, в принципе, я уже думаю Вот неоднократно мы с Катей зарекались Насчет Читай-города именно из-за доставки Да, можно заказать с ДЭКом Но мне, например, гораздо удобнее Забрать в пункте самовывоза Может быть такое, что я не дома А вот это начинает курьер А сегодня я не могу А завтра давайте не приеду Давайте перенесем на послезавтра Я очень этого не люблю У нас самый классный курьер, который вообще к нам ездит Это Юрий Это просто... Это не курьер, ребят Это золото Но, к сожалению, он работает не в СДЭКе Потому что Юрий Он знает наше расписание Он знает, когда подъехать Юрий уже может не звонить, а просто приезжать Потому что он знает точно Он знает точно В 9-10 вечера его всегда ждут Так вот, мне удобнее забирать из пункта выдачи Пункты выдачи у нас Это магазины Читай-города Я не знаю, в каком веке живет Читай-город И как он отправляет свои партии Да, вот эти книжные в магазины Но ждать 14 дней доставку Когда другие магазины предлагают варианты Буквально на следующий день забирать из пункта выдачи У меня не хватает терпения Это меня очень сильно расстраивает Это очень серьезная проблема для меня Потому что я люблю Купила 2-3 дня и забрала И трогаешь уже, нюхаешь, гладишь Пришли эти книги в пленке, конечно же И я эту пленку не снимала ровно до сегодняшнего Вот перед съемкой видео я наконец-то сняла И, ребята, я сегодня не заткнусь, я чувствую Катя взяла первый том И, значит, мне тут хотело, знаете, с юмором С расстановками, да, со своим прекрасным артистизмом Катя, я серьезно считаю, что это очень артистичная натура Зачитать предисловия и благодарности И мы настолько с ней за одну тему здесь в предисловии зацепились Мне тоже любопытно и интересно, что вы по этому поводу думаете Сейчас я вам зачитаю Давай Я в курсе, что многие из вас хотели бы присоединиться к команде бета или гамма читателей Но знайте, это не так похоже на работу мечты, как вам кажется Этим людям часто приходится читать книгу в очень ограниченные сроки и в незавершенном виде Соглашаясь на это, они лишаются удовольствия получить книгу сразу в ее наилучшем варианте Портят собственные впечатления, чтобы улучшить ваши Я ценю их неустанную работу и их отзывы Благодаря их усилиям эта книга стала гораздо лучше Так вот, мы стали обсуждать вопрос того Бета-гаммы читателей Хотела бы я или Катя или вы быть бета-читателем Я поняла, что мне бета-читателем не быть Во-первых, я люблю сразу получать уже историю в завершенном виде Во-вторых, я буду абсолютно, скорее всего, не объективна к тем произведениям, которые мне очень нравятся И к тем произведениям, которые мне очень не нравятся Мне нельзя быть даже бета-читателем у тех авторов, которым мое сердце, да, не лежит Придираться и какие-нибудь мелочи раскапывать я буду у них гораздо серьезнее, чем это будет просто автор, которому я нейтральна И вот с такой грустью я закончила свою карьеру бета-читателем Я бы, наверное, согласилась быть бета-читателем, но только у тех авторов, которым я ничего не испытываю Они мне и не нравятся, и я к ним там не пышу какой-то яркой, горячей любовью Читать в сжатые сроки я умею уже как профессионал Я пытаюсь сосчитать сколько лет? 20 лет Ведь все, кто учится, либо учились на филологическом факультете, знают, что это такое за полгода прочитать очень много книг Более того, и что-то запомнить из этих книг, и потом рассказать, и проанализировать, и донести эту мысль до преподавателя Поэтому мы бета-читателями быть можем И вот нам очень любопытно, ребят, хотел бы кто-то из вас стать бета-читателем Возможно, кто-то уже выступал в такой роли Ой, тем более интересно послушать Нам тоже интересно будет вас послушать, да, почитать ваши впечатления об этом А что я могу сказать о самой книге? Четвертая часть цикла Архивы Борисвета и Войны Брэндон Сандерсон История продолжается, история набирает обороты Кстати, в этой же благодарности, Катя, спасибо, что ты мне ее зачитала полностью Брэндон Сандерсон обещал, что он все, как всегда, будет выпускать в те самые сроки, которые он обозначал За что я этого человека несказанно уважаю О существовании следующей книги я узнала благодаря небольшому скандалу, который развернулся из-за обложки Из-за иллюстрации ее сравнивали С оригинальной обложкой говорили, что здесь и не профессионально, и не проработано, и вообще ужас какой-то А мне очень и очень нравится вот эта картинка Какая-то ранимость, трогательность, изящество Что-то очень такое нежное и трепетное возникает в моей голове И мне понравилась аннотация Здесь у нас будет рассказываться о мире, где действуют костяные волшебники А костяные волшебники переправляют души мертвых на тот свет, чтобы не сеять хаос среди живых Мне очень нравится эта обложка Очень приятная, очень красивая картинка Так что я решила таким образом и художника поддержать, и историю хорошую, надеюсь, получили Я начну показывать свои книги не с покупок, а у меня есть подарок от нашей зрительницы Марии Которая живет в Нижнем Новгороде И она максимально меня заинтересовала своим городом Дело в том, что это издательская серия Музея современного искусства «Гараж» И книга называется «Краткая история нижегородского уличного искусства» Оказывается, в Нижнем Новгороде это очень развито А я обожаю стрит-арт В этом году у нас получилось побывать в маленьком кусочке нашей страны Мы были в Волгограде, мы были в Калининграде, в Светлогорске, в Зеленоградске Мы были в Сочи, естественно, мы несколько раз были в Москве И у нас есть еще города на примете, в которых мы тоже хотим побывать Это не считая локаций типа Карелия, Байкал Света там хочет Алтай когда-нибудь увидеть Я Алтай видела И вот эта книга очень здорово показывает внутреннее локальное развитие уличного искусства И благодаря Машиному письму и этой книге Я хочу побывать и в Нижнем Новгороде И, конечно, если я там побываю, я потащу с собой вот этого человека Следующая книга принадлежит Перу автора Переиздание книг которого на русском языке не было очень и очень долго К моему огромнейшему сожалению Потому что автор хороший, это мастодонт, столб фантастической литературы И я просто обожаю у него пыточных дел мастера На мой взгляд, это весьма своеобразная и богатая история Пятая голова Цербера уже вышла на русском языке И вроде как обещают, что переиздадут и издадут и другие произведения Джина Вулфа Здесь действие разворачивается на двух планетах-близнецах, где некогда обитала раса оборотней В принципе, все творчество Джина Вулфа, оно достаточно такое, знаете, необычное, непривычное Эксцентричное, возможно, в чем-то Но очень-очень затягивающее, манящее и интересное Впервые на русском языке Мистериум Дина Кунса Здесь у нас повествование расскажет историю мальчика Который вообще не произносил ни слова И был уверен в том, что его то ли маму, то ли папу, то ли, в принципе, родителей убило чудовище И не зря мы на обложке видим собаку Дин Кунс любитель свои произведения вводить в качестве героев наших четвероногих друзей И я, ребят, с недавних пор поняла, что меня сцены с животными, с собаками, с кошками Больше не пугают ни в литературе, ни в кино И, наверное, я к такому осознанию пришла за последний год Благодаря своему вагону собак И вот такие сцены сейчас, что в литературе, что в кино Они меня сподвигают, да, как-то вдохновляют Я не знаю, как правильно сказать Но толкают к тому, чтобы больше и глубже заниматься именно вот бездомными животными Так что огромное спасибо Дину Кунцу, Стивену Кингу, Роберту Макаману Еще десятку или даже сотни писателей, сценаристов, кинематографистов Которые делают меня только лучше Книга, на которую мы обе с Катей возлагали надежды Но, к сожалению, у Кати они уже не оправдались Я еще надеюсь на что-то Но это Хосе Карлос Самоза, его круатуан В своем романе Самоза хотел показать, что будет, если наступит конец света В один прекрасный день, не на всей планете Но появились вспышки в отдельных регионах, в отдельных местах Когда люди, животные, насекомые, все бросали, раздевались Ну, естественно, только люди, животным некуда раздеваться И начинали двигаться в едином ритме в одну сторону Что это за явление и что было толчком к нему Будет изучать биолог Кармела А вот это все предугадал еще два года назад Ее преподаватель, которого сейчас уже, к сожалению, нет в живых Мне очень понравилась у Самоза задумка этого апокалипсиса Но мне не понравилась его реализация Почему именно, я расскажу подробнее в одном из октябрьских видео За эту книгу нужно сказать спасибо Светлане Валерьевне Потому что именно она следила за ее выходом Это новая книга о Фейре Эти лживые клятвы Лекси Райан Ее сравнивают с Королевством Шипов и Рос и Жестоким Принцем Холли Блэк И мне очень обидно, когда говорят о Холли Блэк и Фейре Вспоминают только Жестокого Принца Сейчас выйдет заучка Хотя про Фейре это слово не очень подходит В общем, выйдет зауду Вот такая Потому что у Холли Блэк до Жестокого Принца есть трилогия Десятина, отважная и решительная Я не помню, как решительную в новом переводе обозвали Это ее первая трилогия И те герои, которые появляются в этой трилогии Они появляются мимоходом в Жестоком Принце Потому что это единый мир Еще этот единый мир появляется у нее в отдельных рассказах И мне очень обидно, когда Холли Блэк исключительно ассоциируется с Жестоким Принцем Но аннотация этих лживых клятв мне больше всего напоминает Железного Принца Джули Кагавы Потому что здесь у нас главная героиня Отправляется в мир Фейре Когда она этих Фейре ненавидит И она хочет украсть сердце Принца Фейре Который, естественно, не очень-то и хороший В силу вот этой тирады насчет Холли Блэк Видели бы вы, как недавно Екатерина Евгеньевна Мне целую лекцию прочла Ее где-то зацепила запись о том Что Сара Маас ввела моду на Янг и Далт о Фейре Да, это неправда И как она мне в хронологическом порядке Выложила всех авторов, которые писали о Фейре До Сары Маас Это надо было видеть Я очень жалею, что в тот момент у меня не было возможности Записать это хотя бы на телефон Потому что это надо было оставить для истории Это целая лекция была И реально именно с периодичностью и хронологическим порядком Просто урок истории Дело в том, что Сара Маас не ввела моду на Фейре И когда говорят, что Холли Блэк написала Глядя уже на Сару Маас Это просто нелепо Потому что Холли Блэк гораздо раньше Написала ту самую десятину Отважную, которой больше не будет на русском языке А это один из моих любимых романов В принципе о Фейре И как я говорила в своем отдельном видео про Фейре Я не люблю всякие вот романы Там говорить о Сюзанне Кларк в этом случае О Крауле Я люблю Янг и Далт про Фейре Я люблю Сюсю ля-ля Это моя отдушина Это мою, можно сказать, guilty pleasure такое Продолжая волшебную тему Я вам покажу книгу единорогов От Кэролин Тёрджин Которая уже выпустила Книгу Фей и Книгу Русалок И здесь у нас тоже есть Различные тутотерилы, рецепты И боже мой Как мы хотим со Светой Вот отсюда приготовить один тортик Я надеюсь, что мы его сделаем Либо в формате каких-то книжных выходных Либо в формате книжного завтрака Там очень вкусный тортик, Света Я бы ещё хотела сделать рог единорога Я прям предчувствую, что мне нужен рог единорога Знаете, я как жалею Продают вот эти всяческие милые ободки на голову И все они детские Я себе хотела купить такой милашеский Просто понятно, что я бы даже не села в видео в нём Дабы никого сильно не смешить Но дома бы ходила, волосики бы подбирала Но я уверена бы, что села села Ушки, цветочки, рог единорога Они все детские А у меня голова даже для взрослого большая Я тут ободок себе, я не знаю, куда я его Только на шею, может быть, натяну А на голову он мне не налезет Ужасно просто Что за дискриминация по возрасту Можешь купить мне, и я буду вот перед тобой сидеть Нет, Катя, нет, единорогом В этом доме единорогом могу быть только я Дэвид Митчелл, его литературный призрак Наконец-то вышло переиздание Тоже очень долго ждала Его несколько раз переносили Осталось, получается, дождаться нам переиздание А не осталось Сон номер 9 вышел же уже раньше Вот так вот, Светлана Валерьевна Я очень люблю литературного призрака Здесь роман по структуре похож на Алинирию мураками То есть у нас история, она постоянно Перетекает от одного героя к другому Причем перетекать она может, знаете По таким мелким подробностям Незначительным деталям Казалось бы, в своей истории Герой общается с очень многими Там постоянно какие-то что-то происходит Да, какая-то заварушка Но потом история перетечет Через какой-то телефонный звонок Когда он случайно ошибся номером И мне подобное повествование Всегда напоминает о правиле Там, по-моему, шесть рукопожатий Что через шесть рукопожатий Мы можем вот найти цепочку знакомств Если будем правильно искать Да, с любым человеком на земле Мы так нашли как-то цепочку знакомств С Владимиром Сорокиным Я очень радовалась этому Кстати, это тоже интересная тема Потому что периодически вот я таким балуюсь И пытаюсь найти цепочки знакомств С определенными людьми Конечно, я потом к этим людям не лезу Через этих знакомых, не подумайте На следующую книгу Сороки-убийцы Я обратила внимание Когда увидела в инстаграме у Оли Депиш Отзыв Что оказывается здесь Я аннотацию не читала до этого Когда в новинках на нее смотрела Оказывается здесь роман в романе Причем вот этот роман, который в романе Это классическая детективная история Стиля Агаты Кристи Не могла пройти мимо Мне тут же захотелось Надо Насколько я помню Сороки-убийцы вышли одновременно С литературным призраком И они визуально, на мой взгляд Очень похожи Может быть у них один дизайнер Надо проверить Но вот это оригинальная обложка Я не знаю насчет вот этой А это оригинальная обложка И в принципе Дэвид Митчелл у нас издается В оригинальных обложках У меня не самая блестящая память Я в этом честно признаюсь Мне кажется, что Света Где-то уже трясла этой книгой А она моя Я ей не трясла Я в книжных новинках Именно мистических О ней рассказывала Это сборник мистических историй Тайный сообщник Такие истории выходят редко И как Света говорила в том видео Они очень быстро разбираются Потом почему-то долго Азбука их не переиздает Если говорить о том Какие здесь есть известные имена То здесь Мэри Шелли Герберт Уэллс И Эдгар По Я такие книги покупаю Даже не только Потому что я в принципе Собираю такие сборники Я понимаю, что там могут быть Общие истории Переходящие из одного сборника в другие Я их покупаю Чтобы таким образом Поддержать выход подобных книг И чтобы их выпускали Как можно чаще Куда ты тянешь свою руку? Я хотела сказать Что меня в таких сборниках Обычно интересуют Как раз таки Не вот эти самые известные имена А те, которые наименее известные Потому что вот здесь Несколько рассказов Джона Кендрика Бангза Кто сразу скажет Кто это такой? Я не скажу Я думала, что практически никто По какому-то наитию Продолжаю собирать книги Кейт Мортон На этот раз Это Дом у озера Вот как я одну у нее забыла Нет Я же прочла еще Когда рассеется туман Могу считать уже себя Что я хорошо знакома С творчеством Кейт Мортон Целых два романа прочла В общем Дом у озера Меня прежде всего зацепил Тем, что здесь действие Разворачивается в Корнуоле Я не знаю Чем меня так привлекает Эта местность Но если я вижу название В какой-либо аннотации Сразу схвачу Это как пить дать Лори Ли Лес душ Чем сильнее магия Тем страшнее последствия Книга, которую я купила себе Почему? Я не знаю Почему? Вот это именно Из этого раздела книга Мертвый лес Здесь будет И еще что-то Не знаю Но мне понравилось название Понравилась обложка Уже как всегда Обложка красивая Да Я надеюсь, что повествование Тоже будет ничего Кстати, да Я ее купила, не читая Анотации Так что Ну просто по обложке Мне кажется, это должно быть Что-то Китайская мифология Японская Куда-то туда уклон идти Может быть Какая-нибудь, я не знаю А может и не китайская И не японская Может что-нибудь с индейцами связано Ну короче, ребят Вот я себе купила книгу Когда прочитаю Возможно через несколько лет Или решу, что она мне больше не нужна Тогда я расскажу Что здесь Да как Тринадцатый том Вот книга, которую я знаю Почему я купила И даже объяснять не надо Тринадцатый том Стального алхимика Обожаю эту историю Совершенно шикарнейшее издание Екатерина Евгеньевна По-прежнему у меня отнимает И читает каждый томик Как только он появляется И тоже в восторге А когда, ребята Когда Я ей говорила про то До того, как она еще читала Мангу Стальной алхимик Я ей говорила Что я обожаю Стального алхимика Это моя любимая история Давай мы с тобой посмотрим Она говорит Нет, это не для меня Мне это не понравится У нас вкусы в аниме расходятся В этом надо признаться Есть такое Кстати, по поводу аниме Я же тут страшно плююсь Вот не только лекцию прочла Свете про Фейри Мне очень грустно Видеть то, что делает Нетфлик с Ковбоем Бибопом Это один из моих Самых любимых аниме-сериалов Я обожаю Ковбоя Бибопа Что ты делаешь? Привожу себя в порядок И более того Режиссер Шиничиро Ватанаби Один из моих любимых Режиссеров аниме Я слежу за его творчеством Я уже боюсь Когда для себя Американцы откроют Самураи Чамплу его И скажут Ну это вообще наше Самураи Рэп Мы это делаем Дело в том, что у него Любой сериал завязан На определенной музыке Ковбоя Бибоп Это джаз Мне очень грустно смотреть На фотографии сериала Лайф-экшена Света теперь тоже разделяет Мое мнение Но на Нетфликсе Будет такая вот Крупичка добра То ли 21-го Октября Они сделают Всемирную премьеру Ковбоя Бибопа аниме Поэтому, ребят Те, кто не смотрел аниме Пожалуйста, посмотрите его Но Учитывайте, что оно выпущено В 98-м году А не в 2021-м И возможно Где-то местами Рисовка вам будет казаться Несколько староватой Но Ковбой Бибоп В принципе Прекрасен в своей старомодности А если вы любите Светлячок Сериал Вы его фанат Яростный поклонник То я тоже советую вам Посмотреть Ковбоя Бибопа Потому что Истоки Светлячка Идут именно из этого аниме Вот Истоки Светлячка Идут оттуда А не Светлячок Наоборот Восьмая книга Милого дома Чи Про самостоятельную малышку По имени Чи Раньше мне эта кошечка Никого не напоминала А то теперь эта кошечка Мне по поведению Напоминает малышку У нас есть Впервые активная кошка С жизненной активной позицией Как я говорю С активной жизненной позицией Ну с какой-то позицией Четвертая книга Главное, что у нее в принципе Есть жизненная позиция Четвертая книга Наруто Наруто Как только я получаю В свои руки Вот этот томик Я тут же его бросаюсь читать Госпожа Кагуэ В любви Как на войне Тоже четвертый томик Я очень хочу Чтоб Светочка Прочитала это Сёдзе Я не хочу Оно совершенно прекрасное Это великолепная комедия Положений Я не буду Я жду новый сезон Почему не хочешь? Я не знаю, почему мне Эта госпожа Кагуэ Напоминает Харухи Цудзуми Мудзуми Как-то ее там Вот так звали Главная героиня Здесь тоже Цундере Но она очень миленькая Катя обожает Она Харухи Цудзуми Да? Я просто не помню Как ее звали Катя ее обожает Это одно из самых Расдражающих личностей Которые я когда-либо В принципе не любит Цундере В аниме Это девочки Которые характерные Вот так скажем Да? Чтоб вы сразу поняли Это не милашечки Вот такие вот они Я и милашечек не люблю в аниме Нет, милашечек Она любит Ребят, простите Те, кто не любят аниме Та противная девчонка Из Блича Она не противная Она классная А мне нравятся руки В Бличе Которые не нравятся Свете Понимаете? Еще одна Нет Вот реально В аниме мы с Катей Очень на разных позициях находимся У нас есть точки соприкосновения Но в основном Любимая Это прям очень сильно Далеко друг от друга Она обожает Эксель-сагу Я что хотела сказать Я очень жду У Азбуки Человек-бензопила Я, конечно, немножко расстроилась Когда узнала Что это не клинок Рассекающий демонов Не Блич Я все еще надеюсь Что они будут издавать Блич Блин, я на последнем анонсе Надеялась на этого На Джо Джо У Человека-бензопилы Будет такая же фишка Как вот у этого издания Вот видите Какая красивая обложка А внутри Вторая обложка И это Совершенно нечто потрясающее И вот в Человеке-бензопиле Будут делать то же самое Причем Азбука В своем канале В Телеграме писали о том Что они издают эти обложки Вот максимально яркие Такие, как они были в оригинале Это очень здорово Я люблю такое отношение Моя последняя книга В этом видео Из серии Мастера ужасов Церемонии Мы с Катей Вот эту серию У меня не все из нее Почему-то куплено Я не знаю почему Мы сидели Ее вместе шерстили Смотрели Изучали По аннотациям И нас зацепила Аннотация вот этого романа И Катя его Будет читать Скорее всего В ночных чтениях Потому что выход И создал из ребра Я новый мир Переносится И переносится пока Но я надеюсь Что все-таки успеет Потому что я сама Хочу прочитать Блин, этот роман Но церемонии Нам рассказывают О герои Которые поедут В отдаленный поселок И там в этом поселке Живут люди Это религиозная община Ну что-то типа секты И я так понимаю Что наш главный герой Нехило так в этом поселке Встрянет Но я в принципе Люблю повествования Где затрагивается Тема сект Все подобные сюжеты Напоминают мне О двух фильмах И я всегда жду Чего-то похожего Это классический фильм Соломенный человек С Кристофером Ли И новый фильм Сонсостояние Как раз таки От того режиссера Который переосмысливает Жанр хоррора Самое долгожданное Издание октября Более того я скажу Это покупка октября Это третий том Трансметрополитена Я очень рада тому Что Свете тоже нравится Этот роман Графический роман Это киберпанк Где главный герой у нас Журналист Жесткий Неприятный Скандалист Но справедливый И иногда кажется Что это единственный Честный и справедливый человек В этом новом мире Вот такие книжные приобретения Были у нас в октябре Обязательно делитесь Своими книжными находками И мы ждем от вас Ответа на вопрос Хотели бы вы быть бета читателем На этом ребят Мы будем заканчивать Всем спасибо за внимание Всем пока Котики Наслаждайтесь осенью Субтитры сделал DimaTorzok